Завершается подготовка к запуску газопровода «Сила Сибири». До этого дня осталось всего около полутора месяцев. Топливо для него будут добывать на Чаиндинском месторождении. Рабочие уже почти оснастили все объекты, необходимые для разработки недр, и перешли к наладке оборудования. Как ведутся работы, увидела корреспондент Алена Козлова. По объёмам запасов Чаиндинское месторождение относится к категории крупнейших. Больше триллиона кубометров газа, который имеет сложный компонентный состав. В том числе содержит гелий. С вводом в эксплуатацию газопровода поставки начнутся в Китай. И через некоторое время в эту цепочку войдёт и Амурский газоперерабатывающий завод. Магистральный трубопровод уже в полной готовности к приёмке и передаче углеводородного сырья. Добываться оно будет частично через скважины с горизонтальным окончанием. Такое их строительство определено сложным геологическим строением, наличием больших тектонических блоков и неоднородностью продуктивности всего месторождения. В его освоении применяют новейшие технологии. Все скважины наши эксплуатационные оснащаются комплектом подземного оборудования. На некоторых есть интеллектуальная составляющая с системой постоянного мариторинга, распределения давления и температуры по стволу скважины. Уникальность разработки же состоит в удалённой возможности регулирования процессом отбора углеводородного сырья. Чаиндинское месторождение было открыто в конце прошлого столетия, а работы на нём начались в начале нынешнего с геолога-разведки. Реализацию восточной программы по освоению Чаинды в Якутии поручили газовикам из Ноябрьска. В 2015-м они начали бурение первых скважин. Всего их будет более 300. Больше половины уже освоены. На текущий момент мы выполняем работы 11 бригадами бурения. Это 11 полноценных буровых установок заводов, которые позволяют нам непрерывно производить бурение. Также на месторождении сейчас работы выполняются 6 бригадами освоения. Это небольшие подъёмники капитального ремонта скважин. Это место встречи трубопроводов силы Сибири и крановых узлов установки комплексной подготовки газа. Стыковку и подключение их провели летом нынешнего года. В тестовом режиме уже всё отработано. Специалисты готовятся к предстоящему пуску. Сырьё будет поступать в цех низкотемпературной сепарации и делиться на две фазы. Жидкость выпадет в осадок и кристаллизуется, а газ пойдёт дальше. По ГОСТу точка росы минус 20 градусов. В данный момент мы придерживаемся ГОСТу минус 25-30 градусов. Соответственно, точка росы у нас в рамках предела. И ещё даже качественный газ подготавливается и осушается за счёт низкотемпературной сепарации. Уже совсем скоро все технологические цепочки здесь соединятся в общий комплекс добычи. С его развитием появятся и условия для газоснабжения и газификации населённых пунктов Дальнего Востока. Это очень важно. В целом для территории, потому что с приходом сюда газа, я думаю, что и экономика Дальневосточного края в целом оживится. И достаточно существенно. Я уже не говорю об экспортных поставках, которые важны для нашей страны. Но в целом для экономики страны это очень важный проект. Здесь же, на Чиньгинском месторождении, впервые в истории газодобычи в нашей стране в промышленном масштабе будет использована технология мембранного выделения гелия из природного газа непосредственно на промысле. В магистральный газопровод Силы Сибири будет подаваться подготовленный газ с тем количеством гелия, которое необходимо для Амурского газоперерабатывающего завода. Пуск первой очереди на нем обозначен 2021 годом. А к 2025-му наш ГПЗ станет одним из крупнейших в мире по объему переработки природного газа. Алена Козлова, Василий Артемчук, Вести, Благовещенск.